Сегодня в условиях вирусной угрозы одним из самых востребованных товаров стали медицинские маски. Они же и дефицитные. Наша съемочная группа решила узнать, где в Оренбурге можно купить такую синтетическую защиту. Тут стоит. А давно? Ну, знаете, у нас правочку. По сети вам скажут, как давно нет. У вас есть медицинские маски? Нет, девушки нету. А давно нету? Давно нету. Но у нас, скорее всего, и не будет. Почему? У поставщиков нет масок. Маски медицинские есть? А давно нету? Нету. А давно нету? Ну, недели две пока нету. А будет какой-нибудь завоз? Неизвестно. Будет заказано, не знаю, мы ждем сами. Масок не детских, не взрослых. А будет завоз? Неизвестно. Не могу сказать. По словам работников одной из аптек, в день купить медицинские маски приходят до 10 оренбуржцев. И уходят ни с чем, ведь средства защиты в большинство учреждениях закончились две и даже три недели назад. По информации областного аптечного склада, вчера туда привезли маски. Однако сегодня в ряде областных аптечных пунктов их нет. Мы скупили. Сегодня же, да, скупили, Кристина? Да. В норме отпуска пять штук на руки. Но единственное, что прежде чем идти, нужно звонить на справочную. Мы уточним, где имеется наличие, да, будет хоть ограниченное количество. Мы человека переключаем, соединяем на нужную им аптеку ближайшую. И если там будет на тот момент, то в резерв можно поставить. Как говорят пациенты первой городской больницы в аптеке, учреждения на днях продавали по одной маске на руки. Напомним, по словам Дениса Паслера, на области рассчитано почти 2 миллиона масок, которые находятся в медучреждениях. Если возникнет потребность, часть этих средств защиты передадут аптекам. Однако пока точки продаж лекарственных средств ждут привоза масок от своих поставщиков. Проблема нехватки медицинских масок касается не только оренбуржцев, но и жителей многих других городов. А так и россияне не отчаиваются и ищут альтернативные варианты. Например, подготавливают такие средства защиты сами. Сейчас мы покажем, как можно подготовить маску своими руками. Одну салфетку нужно свернуть таким образом, чтобы она прикрывала и нос, и рот. Затем берем ножницы и вырезаем куски ткани, для того, чтобы потом можно было маску надеть на лицо. Несколько простых действий и маска готова. Екатерина Танкопе, Федор Бородовский, Максим Морари, городской телеканал ЮТВ.